Здравствуйте, с вами Станислав Белковский. Перефразируя поэта, который сказал, бывали времена и хуже, но не было подлей, можно сказать, что в России бывали самые разные власти, очень жестокие и кровавые. Но такой провинциальной власти, как сегодня, в России еще не было. Если отследить ежедневные газеты, весьма влиятельные и лояльные Кремлю, то можно понять, главное сегодня в политической повестке президента Владимира Путина, это согласится ли встретиться с ним в мае текущего года президент США Дональд Джей Трамп. Вот это очень важно. Примет босс Владимира Путина или не примет? В Европе, куда он приезжает на саммит НАТО и Большой Семерки, и может быть отскочит в какую-нибудь соседнюю страну, чтобы на полях шляпы запечатлеть объятия с российским лидером. И не важно, что Белый дом уже заявил. Важнейшее достижение американской дипломатии при Дональде Трампе это изоляция России, потому что Вашингтону удалось договориться с Пекином и непосредственно с лидером КНР Си Цзиньпином и разрушить миф о каком-то там партнерстве между Россией и Китаем. В общем, всем было ясно, что никакого партнерства нет. Но сейчас это уже заявлено официально. А государственный секретарь США Рекс Тилерсон тем временем заявляет, что его визит в Москву был абсолютно бесплоден. Не удалось договориться ни о чем. Но это не важно. Мы и дальше будем утверждать. Самое главное, встретиться ли с Путиным Трамп. И если он встретится с ним не на полях саммита Большой двадцатки в июле, как ожидалось, а аж в мае, на два месяца раньше, это, видимо, станет гигантским триумфом российской дипломатии и политики вообще. Не только международной, но и внутренней, экономической и какой угодно. Событие номер два в иерархии российских ценностей сегодняшнего дня это выборы президента Франции. Ну, не Дональд Джейд Трамп, конечно, но тоже нехило. Ведь мы и так переживали за то, чтобы друзья России в лице лидера национального фронта Марин Лютен и представителя публиканцев Франсуа Фиона преуспели. Они преуспели, но не совсем. Первое место в первом туре занял, как и ожидалось, Эмониэль Макрон, представитель новой политической силы, которая называется «Анмарш», что может переводиться как «вперед» или «на марше». 39-ти летний, на 7 лет моложе меня, политик, который был министром экономики при президенте Франсуа Ландина, затем ушел, создавал альтернативную политическую силу и посрамил политические силы традиционные. В лице социалистов, чей кандидат Бенуа Омон набрал немногим более 6% голосов, и уже упоминавшегося Франсуа Фиона, который хоть и набрал 20% голосов, но второй тур все же не вышел. Когда, возвращаясь немного назад, Великобритания проголосовала за Brexit, то есть за выход из состава Евросоюза, а в Соединенных Штатах Америки вскоре после этого победил Дональд Трамп, в мире пошло много разговоров о правом повороте. Но особенно эти разговоры были популярны у нас в России, потому что мы хотели убедить себя. Глобальный мир, где правят идеи и технологии, дал сбой. Человечество упало на бегу. И возвращается старый мир, в котором правит грубая физическая сила, где страны изолированы друг от друга, где миграция считается чем-то ненормальным, а ксенофобия, наоборот, нормальна. Ну то есть где современная Россия может быть источником образцов, пусть даже и фейковых. А вот ведь какая незадача потом вышла. Сначала в Нидерландах крайне правым силам изоляционизма и ксенофобии во главе с известным политиком Гертом Вилдорсом не удалось преуспеть, а там и Франция, где кажется, согласно всем опросам, Эммануэль Макрон должен победить свою соперницу Марину Ле Пен во втором туре с результатом примерно 62 на 38 процентов голосов. Может, это будет не 62 на 38, а 55 на 45, но сути дела это не меняет. Если с Эммануэлем Макроном ничего не случится, а случится с ним может, например, покушение, или покушение не на него, а террористический акт, влияющий на предвыборный восклад, то этот человек станет следующим президентом Французской Республики. Человек, возникший фактически из ниоткуда, совсем недавно. И мы имеем возможность проанализировать, а что же случилось? Был ли правый поворот? И были ли свидетельствами тому Брексит и победа Трампа в США? Или снова наступил левый поворот сразу за правым? И мы, проанализировав, приходим к определенному выводу. Правого поворота не было. Это была иллюзия. И Брексит, и победа Трампа, и вероятная победа Макрона во Франции, это, как ни странно, звенья одной цепи, одной логической цепочки. Убедили варианты или лидеры, в смысле Брексита это вариант, а в смысле Трампа и Макрона это лидеры, которые перпендикулярны некой позиции эстеблишмента. Трамп был не похож на традиционного победителя американских выборов. Его не поддерживала даже собственная республиканская партия. Ее эстеблишмент в составе нескольких бывших президентов Соединенных Штатов Америки, государственных секретарей и прочих больших начальников почти в открытую поддерживали Хиллари Клинтон, то есть кандидата от демократов, в случае беспрецедентной. Хиллари набрала на 3 миллиона голосов больше, чем Трамп, но в силу определенных особенностей политической системы США, избирательной системы США, проиграл, поскольку президентов Соединенных Штатов избирает коллеги выборщиков, а не народ напрямую. Трамп был другой. Поверить в его победу было невозможно. И поэтому он и победил. То же самое и с Брекситом. Англичане в целом, пришедшие на выборы, были мотивированы желанием бросить вызов собственному эстеблишменту. Те, кто не хотел бросать вызов эстеблишменту, просто не пришли на референдум. Именно поэтому прогнозы социологов не подтвердились. 51,4% за Брексит. И Великобритания покидает Европейский Союз. Кстати, решение исторически вполне закономерное, потому что рано или поздно Евросоюз должен был разрешить одну проблему. Проблему. Кто главный в нем? Великобритания или Германия? Два традиционных центра силы и формирования власти в Европе. Кто? Основная континентальная сила? Берлин. Или островная сила? Де-факто тяготеющая скорее к Соединенным Штатам и океаническому пространству, Лондон. Эта проблема и решилась в результате Брексита. Из-за Брексита Евросоюз стал прочнее, потому что ее логика более прозрачна. Великобритания и так ведь была очень условным членом Евросоюза. Она сохраняла свою национальную валюту, фунт и не собиралась от него отказывать. Она не вступала в шенгенское соглашение, сам не гарантировала въезд людям по шенгенским визам и много еще чего. Ну, всякий процесс должен достичь своего логического завершения. И теперь стало ясно, что главной в Евросоюзе Германия. Это союз имени Германии. А Великобритания отваливается и скорее становится островом на периферии Соединенных Штатов Америки. Дай ей бог. Но это решение так или иначе было перпендикулярным линии истеблишмента. Избрание Трампа то же самое. Избрание Макрона то же самое. Как ни странно, хотя кажется идеологически, Макрон-то совсем не Трамп. И совсем не соответствует той линии, в которую укладывается Брексит. Традиционные партии, галисты, чем кандидатом был Франсуа Фиен, и социалисты, чей формальный представитель Бенуа ОМОН получил и вовсе унизительный результат, проиграли. При этом президент Франсуа Алланд, будучи социалистом, де-факто поддерживал Маниэля Макрона, делегировав в его штаб своих ключевых сотрудников и соратников. Тем самым он понимал, что его партия не возьмет ничего. Собственно, во многом поэтому он отказался от участия в выборах самого себя. Ибо зачем же идти на заведомое поражение? Мудрость политика состоит в том, чтобы предвидеть не только собственные победы, но и собственные неуспехи и неудачи. И оперировать этими неуспехами и неудачами так же виртуозно, как планами грядущих побед. Нет. Что показывают все эти политические события? Что выбор современной политики, выбор избирателя – это совершенно необязательные диалоги. Это не лозунги, которым давно никто не верит. Это не политические программы, которые у разных политических сил слишком мало различаются. До степени смешения. Да, конечно, предвыборная программа Дональда Трампа сильно отличалась от обещаний Хиллари Клинтон. Но ведь кто знает, удастся ли ее выполнить. Пока что Дональд Трамп в этом смысле серьезно буксует. Он уже смягчил свои антииммиграционные указы, но даже несмотря на это, суды ряда штатов отменяют их или приостанавливают их действия. Дональду Трампу не удается отменить реформу здравоохранения Обама Керр, в результате которой в бесплатной медицинской страховке лишились бы 27 миллионов американцев, в том числе из-за сопротивления Конгресса контролируемого республиканцами ЖЭ, то есть партии Дональда Трампа. Именно поэтому он развил бешеную активность на международной арене, чтобы несколько отвлечь внимания от проблем внутренних. Выбор современной политики – он эстетический и этический. Люди выбирают, во-первых, того, кто еще и не успел слишком сильно наврать, независимо от его приоритетов и идеологических, и программных. Во-вторых, того, кто нравится им внешне, кто похож на положительного, а не отрицательного героя их любимых фильмов. В этом смысле Хиллари Клинтон была, конечно, обречена. Даром, что весь американский эстеблишмент, вашингтонский эстеблишмент, как справедливо замечает Дональд Джей Трамп, был за нее. Она слишком похожа на плохую девочку из голливудских фильмов. А уж сериал «Карточный домик», в котором два главных героя безумно напоминают Читу Клинтонов, добил демократического кандидата. Тоже, кстати, относится и к Марине Ле Пен. Да, во Франции сильны ксенофобские настроения, антиммигрантские настроения. Это так. Во Франции силен и евроскептицизм. Не случайно не только Марине Ле Пен получила 20%, чуть более 20% голосов. Вернее, 21,03% голосов. Но и крайне левый кандидат Джан-Люк Меланшон, тоже перпендикулярный эстеблишменту, получил более 19% голосов. А Меланшон едва ли не более последовательно выступает за дистанцирование Франции от ЕС, чем лидер Национального фронта Марин Ле Пен. Но Марин Ле Пен тоже плохая девочка из французских фильмов. Она неприятный человек. И она человек из прошлого, который уже несколько раз участвовал в больших политических кампаниях. И да, наращивал свое влияние, но не радикально. А Эммуниэль Макрон – это человек из будущего. Это хороший мальчик. Это молодой Ален Делон. Это молодой Жан Габен, хотя он внешне и не похож на Эммуниэля Макрона. Вернее, Макрон не похож на Жана Габена. Но это тот положительный герой, с которым французский кинематограф жил всю свою жизнь. И французы отдали за него голоса. Точно так же, как американцы, в конечном счете, отдали голоса до Дональда Трампа. Потому что этот милый авантюрист, лишенный абсолютно политического содержания, и он шоумен, а содержание шоумена определяется в процессе шоу, а не до и не после него. И завтра шоумен может не помнить, о чем он говорил вчера. Гораздо приятнее и интереснее эстетически, чем Хиллари Клинтон. Ну и во-вторых, все когда-то надоедает. Надоедает старые элиты, старые эстеблишменты, старые партии, старая мебель, старые супруги. И, как принято в Италии, все это нужно выкинуть когда-то из окна. Я имею в виду, конечно, старую мебель, а не супругов, выкидывать которых из окна не надо, поскольку это уголовное преступление по любым законам. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok